МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу все завертелось. Землю срочно забрали участников и создали музей-заповедник, а Берель стал одним из национальных символов и был вписан в культурное наследие. Но дальше, как всегда. Денег обустроить заповедник как положено, так и не хватило. Профильные министры меняются быстрее, чем успевают вникнуть в берельскую аномалию. А все ценные находки давно вывезены в Астану, где медленно превращаются в тлен в национальном музее. Выход, как говорят археологи, остался один. Снова привезти президента в Берель, чтобы чиновники и местные министерские поняли, наконец, какое наследие таит в себе знаменитая на весь мир долина царей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь тишину должны нарушать лишь ветер до журчания рек. Здесь духи предков должны обретать покой. Здесь город мертвых. Берель. Маленькое село в восточном Казахстане, недалеко от которого на высоте 1200 метров над уровнем моря в окружении гор и расположилась так называемая долина царей. Излюбленное место и не только археологов. Вот посмотрите, с двух сторон большие горы, и вот эта река, главная артерия Бухтарма, и вот там долину ограничивает Белый берель и речка, и вот здесь вот эта речка Сахатушка. То есть такой пятак во всех отношениях, да? Вот такой пятак особый. Если сверху посмотреть, это идеальный треугольник. Изучать это уникальное место начинали еще этнографы царской России. Затем, в поздний советский период, здесь провели еще серию раскопок. Однако доказательства того, что именно здесь находился центр кочевой цивилизации, генератор народов, нашли уже в современном Казахстане. Собственно, берельская эпопея началась в 1865 году именно вот с этого кургана. Это большой берельский курган называется. Впервые в мировой науке была зафиксирована вечная мерзлота. Этот курган датируется концом 4 века. Берель – место, где стираются грани прошлого и настоящего. Кто бывал тут хотя бы раз в жизни, уверяет – здесь можно почувствовать дыхание потустороннего мира. Преувеличивают, конечно. Хотя есть что-то неподдельно мистическое в этих краях. А вот как раз вот эта гора, которая находится в ясную погоду, вот на вершине этой горы кружатся орлы. Вот я ни разу в жизни не встречал, чтобы 18 орлов в одном месте собрались и вот парили они буквально. Ну, вы это как-то не объясните. Видимо, что-то их тоже притягивает. Древние греки говорили, что есть такое место, где грифы стерегут золото. Золото скифов, золото с саков. История человечества. Вот она, вся, буквально на ладони. Чтобы узнать, кто они, наши предки, достаточно лишь копнуть глубже. Берельские курганы хорошо сохранили органические артефакты, которым больше двух тысяч лет. Уникальную сохранность объясняют эффектом вечной мерзлоты. Из-за короткого светового дня земля не успевала прогреваться даже летом. И с годами здесь образовались ледяные линзы, которые, как в холодильнике, сохранили для нас тайны предков. Почему Берель? Почему именно то место вы выбрали для исследования, получается, всей своей жизни? С VI века до конца III века до нашей эры в этом регионе, в Центрально-Азиатском, существовала большая империя. Юэджи, Юэджи. Вот для вас что? Самая главная находка какая там? Персона, докоронена в XI Кургане. Мы предположили, что это, возможно, один из царей Юэджи, этого государства. Но можно говорить, что это вы нашли в Сакского царя? Да, да. Две царские династии, это уже точно. На стыке горной зоны, степной зоны, где-то здесь, видимо, находился центр этого государства. Это, ну, где? Просто так, просто собрали кучу камней и возвели, такого не бывает. Там каждый камень находится на своем месте. Это несведущий человек ничего и не заметит. А ученый-археолог Самашев с одного взгляда на завалящий камень может точно определить, что здесь скрывается целый древний курган, погребение, то есть. Именно так нашли и раскопали самую крупную находку береля наших лет – 11-й курган. То, что открыли археологи, буквально перевернуло современную мировую археологию. Царская погребальная камера. Необычная во всех отношениях. Там находился сруб с колодой и у меня 13 лошадей. Ученые сразу заговорили. Раз в этом месте найдено уже столько знатных захоронений, значит, где-то здесь скрыта и сама столица Великой империи Юэджи, которую раньше считали лишь легендой о древнем государстве в сердце Алтая. Сомнений у археологов не осталось. В этом месте захоронен настоящий сакский вождь. Так раскопки в Береле стали мировой сенсацией, а журналисты прозвали то место «Долиной царей». То есть это какой-то знатный человек? Это очень знатный человек. Мы условно назвали это верховный вождь или царь. Ему было лет 30-35. На черепе были следы трепанации. Тело было бальзамированное. Бальзамировали они с помощью ртути. Погребение тогда, пару тысяч лет назад, было целым искусством. Так помпезно и так богато хоронить могли только представители высшей знати в империи. Все вокруг. И крыша колоды, и сброя лошадей были украшены ювелирными изделиями. Они повторяют классические конструкции вот этих степных пирамид. А можно ли назвать Берель местом, откуда вот все пошло? Здесь был один из важных, самых мощных центров формирования разных этносов и так далее. Поэтому не зря некоторые исследователи называли эту территорию генератором народов. Берель, Курган-Мысык и городище Атран являются государственными символами Казахстана. Самый основной, главный предмет – это навершие царского штандарта в виде фигуры крылатого грифона. То есть это то самое, что доказывает, что захоронение те лежат царям? Да, вот именно царский штандарт грифов, стерегущих золото. А еще в этих местах частенько говорят, что именно здесь, в долине царей, где-то спрятано то самое золото саков. И отцы, и деды об этом твердили. А стерегут золото птицы. Эта легенда, которой буквально пропитаны берельские курганы, дожила и до наших дней. Вот художественная реконструкция конского снаряжения из кургана номер 11. Здесь из разных захоронений. Но похвастаться берельским золотом, видимо, не судьба. Самых дорогих находок береля в музее не оказалось. Зейнула Самашев помнит каждую из них. Еще бы, ведь долина царей – дело всей его жизни. А тут вдруг выясняется, что большей части артефактов почему-то нет на своих привычных музейных стендах. И куда только все царское убранство подевалось. Так что-то все убрали. А здесь что-то было, да, интересно? Да, здесь были. Золото, да? Ага, ну и все берельские вещи. Регион Большого Алтая, конечно, вещь абсолютно уникальная. Уникальный территориальный узел, в котором переплетаются интересы уже не двух стран России и Казахстана, а как минимум четырех – России, Казахстана, Китая, Монголии. Сложный спектр интересов. Не просто, так сказать, гармонизировать эти интересы и согласовать. Берель – часть Большого Алтая, одного из самых удивительных мест планеты. И не только для историков и археологов. Колыбель человечества, как его тут любя называют, и не случайно. Новые-новые находки с берельских курганов лишь подтверждают. В этих местах во все времена жили люди смешанных народов, смешанных цивилизаций, смешанных рас. Казахстан в целом представляет собой такую миниатюрную модель многонационального мира. Какое искусство мы проявляем в этом нашем сожительстве, потому что иначе нам не выжить. Иначе мы все рассоримся. Это сейчас Берель стал популярным местом. А 15 лет назад картина была совершенно иной. Долина царей чиновников не интересовала вовсе. В этом и ключевой парадокс этой истории. Знаменитым сакральное место стало не тогда, когда здесь нашли некрополь сакского царя, а гораздо позже, когда в Берель спустился президент страны и своими глазами увидел, что же откопали здесь казахстанские археологи. В 99-м году глава государства на вертолете прилетел сюда, он смотрел наши раскопки. То есть решение о том, что здесь будет музей-заповедник, было принято, когда президент сюда приезжал? Разговор тогда возник, и мы постепенно реализуем. К логическому концу. К логическому концу. Только после визита главы государства чиновники всех уровней, что называется, зашевелились. Почесали затылки и тоже отправились посмотреть. Ну что там такого уникального понараскопали, если даже самого президента удивить удалось. Но дела действительно сдвинулись с мертвой точки. Берель получил статус музея-заповедника, а местный Аким очень оперативно вернул угодья долины царей из частных рук в государственные. Раньше, как говорят местные, прямо на этих курганах летом засевали пашни, а осенью пасли скот. Потому что вся эта земля была в аренде у крестьянских хозяйств. И вот благодаря... Частной собственности. Да, в частной собственности в аренде на 49 лет. То есть вы вот свой проект, Берель, таким образом защитили, да? Да, тогда защитили. Перед президентом. И что-то сдвинулось наконец-то. Что-то тогда очень хорошо сдвинулось. Мы хорошо начинали. Президента давно не было и что-то работа скисает. Может быть вам еще раз пригласить, Султана Абишича? Но если вот работа сдвигается с места, с мертвой точки именно вот так, так может быть... Ну, это, допустим, для Берель и для меня может быть хорошо, но вот если каждый археолог будет попытаться использовать президента для... Это странно, да? Для продвижения своего проекта. Это неправильно. Вряд ли это получится. Почему нет чиновников ниже уровнем, ниже президента, которые могут на себя взять ответственность, да? Могут вести это дело, довести до конца наконец-то. Почему так у нас складывается? Один человек должен все дела решать. И малые, и большие. Не хватает воли у министров? Мы разговаривали, они поддерживали. На словах? На словах, да. Но часто меняются министры. С одним министром начинаешь какое-то дело, потом уходит. Был один из министров культуры, Кул Мохаммед, он был, знал эту проблему хорошо, но... Помог в итоге? Хотел помочь, но не получилось. Ушел с должности раньше времени? Да, да, да. Не каждый чиновник такого высокого ранга или среднего ранга способен принять самостоятельное решение. Наверное, вот это происходит. И ах, да. Без фамилии, вот просто. Имя даже министра науки и образования не знаю. То есть, вот что ты говоришь? Не попадешь к нему. Даже вот председателю комитета попасть очень сложно. Вот это понять не могу. До сих пор. Забаррикадировались? Может быть, чиновнику это выгодно, потому что его никто не будет беспокоить в течение дня. Эти посетители. Я и говорю, забаррикадировались. Эти несчастные учетные и прочее, да. Ну, вы, наверное, как археолог, вам, наверное, проще с костями, чем понять природу чиновника. Естественно, естественно. Мы находимся на территории государственного историко-культурного заповедника музея Берель. То есть, вот этот музей-заповедник специально для Долины Царей, да? Да, специально с целью ознакомить и население, гостей, туристов, что с собой представляет Берель. В дальнейшем здесь планируется построить летний архитеатр, визит в центр, гостиница и лаборатория. Это все будет вот на этой территории? Да, все это будет расположено на этой территории. Когда все запланированное здесь достроят, теперь и неизвестно даже. После наставления президента чиновники сделали, конечно, что могли. Да вот срок давности указаний слишком большой прошел. 15 лет все-таки. А последние пять здесь вообще все остановилось и застыло. Вечная мерзлота, как-никак. Не весело шутят над чиновниками археологи. Любой зарубежный специалист позавидовал бы нашим. Такие места, такие находки, такая возможность для науки. Но у наших, у наших даже нет нормальной лаборатории. Уникальные артефакты анализируют в сколоченном в поле сарае. Это мы пытались сделать полевую лабораторию. Вот колода из этого кургана 2300-2400 лет. Однако финансы нужны не только для лаборатории. Не решены и насущные вопросы заповедника. Нет недобротной ограды. Старая давно покосилась и в долине снова пасется случайный скот. Не охраны, а место это давно облюбовали черные археологи. Истеречь сакское золото курганов попросту некому. Есть следы деятельности современных черных археологов. Но вот наше профессиональное самолюбие задевает. Это не черные археологи, но их надо назвать грабители. Грабители. Это просто грабители. Каждый бай сам себе хозяин. Что говорить, если совладать с подчиненными на местах не по зубам даже главе региона. Районные и сельские акимы выполнять его поручения почему-то не торопятся. В области Сабарбаев высказал хорошую идею построить здесь летний оздоровительный лагерь. Ну, опять чиновники районного значения, когда им дали задание, что давайте проектную документацию, готовьте. Хорошую идею они не поддержали, зарубили. Почему? Ну, это у нас такие люди. Просто понимаете, такое уникальное место, а все дело в чиновниках, которые, может быть, даже ни разу здесь не были, да? Вроде да, хорошо, да, замечательно, да, сакральное место, культурное наследие. Но вот как касается цифр конкретных дел, получается как-то не очень. Короче говоря, нужно работать. А пока работать никто не хочет, главе региона приходится постоянно оправдываться. Что гости подумают? Уникальное место, национальное достояние. А до ума довести не можем. В экономическом плане мы не можем сказать, что мы там построили несколько объектов, привлекли миллионные инвестиции. Мы считаем, что это начало. Пока бродили по национальному музею, пропажа нашлась. Берельские золотые находки, оказалось, уехали совсем недалеко. Всего-то за несколько кварталов отсюда, в парламент страны. Это сейчас называется выездная выставка, чтобы народные избранники трудились без отрыва от законотворческого процесса. Это кощунство. Везти в парламент для того, чтобы забавлять депутатов. Это отношение к экспонату, к культурному наследию, это странное. Почему бы парламенту не приходить сюда и посмотреть? Нет, мы там сидим, привезите нам все экспонаты, мы посмотрим там. Это какое-то непонятно, это только в нашей стране может происходить. Немного странный получился поход в музей. Хотелось прикоснуться к истории, а история в парламент уехала. И вроде бы вместе находишься духовным, культурным. Просвещаться надо, а мысли в голову лезут о насущном. Это зал золота называется, где хранится национальное достояние всего народа, всего государства. А хоть и новый музей, ну он выглядит этот зал убого. Здесь не соблюдается элементарное правило. Не успели открыть этот музей, вот посмотрите, уже ремонт. Два месяца тому назад открыли, вот эти стекла уже ломаются. Вот по этому стеклянному полу в день открытия музея водили самого президента. Что случилось с тех пор, не очень понятно. Прошло-то всего несколько месяцев, а покрытие уже на реставрации. А вот этот экспонат тоже демонстрировали главе государства. Знаменитая экспозиция, фрагмент легендарного 11-го кургана. Но и эту реликвию, похоже, скоро потеряем. Или уже потеряли. Берестяное покрытие уже начинает исчезать. Вот это все исчезло. Это выглядело совершенно не так. Труху превращается. Труху превращается. Когда мы привезли сюда в Астану, все было в нормальном состоянии. А как так? То есть нашли, достали, привезли, а сохранить не можно? Странно же как-то. Ну вот, видите ли, как... Если вот так будет продолжаться, наверное, через 2-3 месяца это все исчезнет. Вообще все, да? Да. Труху? Похоже, что чиновников и депутатов, которым артефакты отвезли, волнуют больше золотые находки, говорит Самашев. А те, что куда ценнее драгметаллов, не интересуют никого. Даже работников столичного музея. Вот, к примеру, седло тюрков. Редчайшая находка в мировой археологии. Медленно погибает под цветом музейных софитов. Нельзя слишком освещать, потому что это полихромные изделия, может, краски исчезнут. Седло-то тоже, это с Березки 4-3 века до нашей эры. Это оригинальное изделие, оригинальный экспонат. Сейчас неправильно подсвети, и все это исчезнет. Неправильно, подсветка неправильная. Бросили, и все как попало. Зейнула Самашев, уходя, бросает разочарованный взгляд на то, что осталось от его берельских находок. Похоже, говорит, даже национальный музей не в силах сохранить национальное достояние. И даже на улице археолог все никак не может успокоиться. Ученый все-таки исходу приводит еще один пример дилетантского, по его словам, отношения к истории. Вот он, памятник древним сакским воинам. Сакральный, по сути, объект. Переврали и превратили в фонтан. Эти кони, они для ритуальной езды предназначены, эти царские кони, из берельских курганов, туда людей сажать нельзя, во-первых. Эти одеяния, они при жизни не носили. Они для погребальной костюмы. Кони погребальные. Это святые вещи. А из святых вот этих вещей сделать городской фонтан. Как минимум странно, да? Как минимум странно, этого нельзя было делать. Это сказка, да. Директор музея заповедника настаивает. Находки долины царей необходимо срочно вернуть на место в берель. Хотя бы за тем, чтобы сохранить для потомков. Для местного населения все найденные здесь артефакты священны. И они-то, в отличие от чиновников, точно смогут сберечь наследие долины царей. Наша мысль вернуть эти артефакты, эти экспонаты сюда. И здесь делать музей, да? Будет экспонатационный зал, и все эти экспонаты там будут выставлены. Хотите, чтобы вот эти все находки вернулись на родное место? Вернулись именно в берель. Уже открытых захоронений в долине царей найдено 25. А разведанных, то есть нетронутых еще, около 70. Копать бы, как говорится, и копать. Но пока на поиски сакских богатств профильное министерство денег не дает. Вот один из курганов, это древне-тюркского времени вот здесь вот. Вот здесь? То есть вот так вот незаметно? Вот, да. Жидовой человек, он же пройдет мимо, и все. Ну вот, вот здесь курган, вот здесь, пожалуйста. Тоже будете раскапывать? Да, да. Вот здесь будем раскапывать, вон там еще. Вокруг царского кургана, вообще через тысячи лет, хоронили своих представителей древние тюрки. Здесь, кстати, самые ранние тюрки Алтаи погребены. А как вот они тогда знали, там через 200-300 лет, что здесь вот хоронили царя? Передавалось? Знали, историческая память все-таки была, работала. А сейчас работает историческая память? Сейчас, ну... Если у исследователя половина головы занята только где деньги пробить, там что остается там? Это неполноценные научные результаты получат ученые. Поэтому научным процессом, наукой должны управлять профессионалы. Грамотные люди. Грамотные люди, вот это в рамках министерства, допустим. В министерстве нет ни одного представителя фундаментальной науки. Клерки сидят? Да, клерки сидят. Поэтому вы ждете, когда государство, отдельные министерства повернутся к археологии? Конечно, там рядом Радоновая, Рахмановская ключи. Там десятки депутатов, членов правительства и так далее приезжают, видят, посещают. Купаются, лечатся и уезжают. Если от центра, от столицы, на некотором расстоянии находятся, но это не значит, что не надо там делать, потому что там же тоже такие же люди. Это будущее открытие. Это будет нашей лебединой песней. Это самая большая кургансакская элита на этом могильнике. Будущие открытия раскопают, как только министерства, культуры или науки выделят на Берель хоть какие-то средства. Сегодня вот Самашев заехал перед самой зимой проинспектировать, найдут ли денег на ремонт покосившегося забора. Но директор музей-заповедника насчет денег молчит. Местные музейщики, конечно, не грифоны, но кому-то же надо охранять долину царей. А вот здесь вот что-то чувствуете, что это вот какое-то священное место? Я уже сегодня про мистику спрашивал, может быть, слово неправильное. Как раз вот этот колыбель, наша колыбель, что-то пуповина наша. Это наши прадеды. Прапрадеды. Прапрадеды. Мы их потомки. Вот для меня это сакральное место. Само открытие берельского феномена, это уже для меня многое означает. Как специалиста и как гражданина. Я не люблю плакаться и так далее. Будут деньги, но для этого надо... Дадут, дадут. Дадут со временем. Не нынешнее поколение чиновников, так будущее дадут. Не я, может быть, и будущие мои последователи завершат эти работы. Но все равно когда-нибудь это место будет процветать. Такой памятник, он не может остаться без внимания. Дадут. 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 Редактор субтитров А.Семкин